Жалоба была в том, что зубы наклонены в сторону. Конечно, установка четырех мини-имплантатов в небо маму сначала очень испугала. Моя фантазия сразу нарисовала страшные картины. Сегодня у нас на приеме Амина. На ее примере мы хотели бы рассказать вам об очень необычном лечении. Год назад Амина обратилась в нашу клинику, и основная жалоба была в том, что зубы наклонены в сторону. Это было и с боковыми зубами, и с передними тоже. В другой клинике была установлена съемная расширяющая пластинка. Но, к сожалению, такие пластинки не расширяют челюсть, а лишь отклоняют зубы в сторону. Мы предложили Амине другой, более сложный аппарат, который не фиксируется к зубам вообще, но крепится с помощью четырех мини-имплантатов, установленных в небо. Также мы предусмотрели специальные крючки, которые в дальнейшем могли бы помочь нам поставить зубы более вертикально. Конечно, установка четырех мини-имплантатов в небо маму сначала очень испугала. Когда Ольга Андреевна предложила нам установить Амини небный расширитель, конечно, моя фантазия сразу нарисовала страшные картины, как четыре винта нужно вкрутить в небо ребенка. Но Ольга Андреевна смогла меня успокоить. Все мои сомнения по поводу ношения самого аппарата тоже развеялись достаточно быстро, потому что ношение расширителя было бесполезненным, не причиняло ребенку никакого дискомфорта. Дикция у Амины не изменилась, привыкла она к расширителю очень быстро, каких-то болезненных ощущений тоже не вызывало. Конечно же, маму Амины мы успокоили не просто так. Давайте я покажу вам, как мы планируем установку мини-имплантатов, и вы увидите, насколько это четкий и безопасный процесс. После того, как мы делаем компьютерную томографию и сканируем челюсти, мы отправляем эту информацию в лабораторию. И лаборатория нам абсолютно четко планирует установку каждого мини-имплантата так, чтобы он не задел корни зубов и другие важные анатомические структуры. Мы отправляем цифровую модель верхней челюсти и компьютерную томографию, и получаем вот такой результат. Мы видим, как будет установлен каждый винт. По всем этим данным, лаборатория изготавливает нам специальный хирургический шаблон, который хирург устанавливает на зубы, и у него есть только один вариант, куда и как установить мини-имплантаты. Благодаря такому подходу и цифровым технологиям мы имеем возможность установить винты в темальном, максимально безопасном месте. Амина, а сверстникам своим ты можешь сказать какие-то подбадривающие слова? Я могу вам пожелать только удачи и сказать, чтобы они ничего не боялись, потому что это совершенно безболезненно и никакого дискомфорта не приносит. Амина, лечение еще не закончено, но уже сейчас твоя улыбка стала немного другой. Она более широкая. Ты это чувствуешь? Раньше у меня был некий комплекс, что у меня были неровные зубы, и я не могла нормально улыбаться. Но со временем, благодаря этому аппарату, я теперь могу широко улыбаться и всем показывать свои почти ровные зубы. Благодаря такому лечению мы смогли сделать шире всю верхнюю челюсть и создать место для того, чтобы зубы расположились более правильно самостоятельно. Обратите внимание, как располагался клык раньше и какое положение он занимает сейчас. Благодаря такому лечению мы смогли сократить время ношения брекетов на полгода. А для подростков это очень важно, так как лечение на брекетах сильно затрудняет гигиену и иногда может даже пострадать эмаль зубов. Теперь Амине предстоит финальный этап лечения на классической брекет-системе. Обращайтесь в Dental Fantasy. Ну что, Амина, поехали ставить брекеты?